Украина с безвизом. Сегодня в Страсбурге подписано соглашение о визовой либерализации между Украиной и Евросоюзом. Подпись под документом поставил президент Европарламента и министр внутренних дел Мальты, которая сейчас председательствует в Совете ЕС. На церемонии присутствовал и президент Украины, об историческом решении которого долго ждали украинцы и о том, чего взамен ждут европейцы. Алексей Пшимынский, он следил за событиями в Страсбурге. Журналисты и телеоператоры в ожидании. Тем временем за трибунами, где будут выступать гости, поправляют флаги. Через несколько минут здесь зачитают решение, которому Украина шла долгие годы. Вскоре появляются президент Порошенко и глава Европарламента Таяни. Несколько секунд и документ подписан. Новое правило – это хороший сигнал для вашей страны, очень проевропейской. И мы должны работать сообща ради мира и стабильности. Нам известно, что ситуация непростая и поэтому нужно много работать. Мы поддерживаем вас, но нам нужна и ваша поддержка. Мы также должны работать для реализации Минских соглашений. Визовая либерализация – исторический момент для Украины и всей Европы, отметил Петр Порошенко и пообещал. Без виз не будет означать прекращение реформ. Украина возвращается в европейскую семью и окончательно прощается с Советской и Российской империей. Наша страна решительно настроена проводить реформы. Только ради визовой либерализации мы приняли 144 закона. Война – не повод не проводить реформы, и мы будем продолжать. Мы высоко оцениваем поддержку ЕС в это нелегкое время. Теперь в ЕС будут ждать от Украины более высоких темпов преобразований и борьбы с коррупцией, уверены в украинской оппозиции. Безвизовый режим, безусловно, положительный процесс. Но здесь, в Страсбурге, политики подчеркивают, что рассматривают его как своеобразный аванс для Украины. И ждут от нас не только радостных возрастов и победных реляций, но и конкретных шагов. И это самое главное. Установление мира, развитие и восстановление экономики. Для того, чтобы этим безвизом могли пользоваться люди. Сегодня для 90% украинцев он просто бессмысленен. Если Украина забуксует с реформами, у ЕС есть механизм, который позволит приостановить действия безвиза. Однако сначала он должен вступить в силу. Это произойдет после официальной публикации в издании Европарламента. Из Страсбурга Алексей Пшемыский, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер.